И кое-что еще. Наследование в Хурдате, кстати. То, что я в прошлый раз не успел вас, так сказать, добить танца. Хорошо, понятно. С наследованием? Да. Понятно. Наследование, периморщисть, в инкапсуляции. Наследование? Наследование, два первых наследования. Один, который можно в самом, в самой этой модели поставить, я тебя открою, просто так, пожалуйста, капсуляция. Нет. Значит, первое, что нужно сказать по наследованию. Значит, в Хурдате, да, есть два типа наследования. Есть наследование на уровне базы данных, то есть на уровне файла, персистентного, куда пишем, или откуда грузим, да? И на уровне классовой иерархии. Это два разных типа наследования, не связанные друг с другом, ничего. Значит, первое, что хочу вам заметить, да? У нас в нашей модели, Хурдатовской, есть имя и есть класс. Если я класс уберу даже, у меня останется имя, да? То объект мы фактически видим типа NS-managed-object. Вот. Но за счет того, что эта хрень полностью динамическая, да? Если мы сделаем, скажем, категорию managed-object, который был бы H, merit, name, surname и так далее, да? То, в общем-то, мы бы имели возможность, если это правильная сущность из базы данных, правильная entity, то мы бы имели возможность и, находясь в managed-object, вытаскивать или писать нужные нам поля. Вот. Но, в общем случае, так и естественно, делать не надо. Значит, сначала рассмотрим обычную, простую, так сказать, советскую наследование. То есть, наследование на уровне классов managed-object. Значит, предположим, у нас FDB-image, да? FDB-user. Есть поле ID. Поле ID, являющейся страхой, да? И там, и там. Что для нас это значит? Для нас это значит, что у нас здесь есть поле ID, поле ID, да? И в FDB-userе есть поле ID, да? Обратите внимание, здесь есть большие буквы, чтобы с идом не совпадало. Хурдать и с маленькими, да? То есть, фактически, что мне нужно сделать? Мне нужно написать кастомный сеттер, да? Чтобы иметь возможность... Чтобы иметь возможность... Чтобы иметь возможность... Ну, чтобы у меня было четкое преобразование, да? Здесь ключик, кстати, будет ID маленькая, потому что мы-то в базу данных пишем, да? А в базе данных это поле маленькая ID. Ну, соответственно... Ну, вот, соответственно... Это... Это, да? Значит, что мы здесь имеем радостного? То же самое мне нужно написать у DB-имидж, например, да? Геморрой? Ну, нет, понести его родители. Понести его родители. Вот. Соответственно, создаем... Даже сейчас... Подожди секундочку, я сейчас все увидишь. DB-объект твой. Это у нас имплементация внутри. Секундочку, ёрк. Не торопись. Так. Так. Я не успеваю просто писать, ты уже даешь комментарии, что-то еще затемить. Подожди, сейчас все увидишь. Вот. Значит... Ну, да. Естественно, здесь еще нужно... Теперь у нас есть эта сущность жизнерадостная. Теперь у нас становится нашим родителем. И у картины, и у лимиджа. Соответственно, наши юзеры, да? Они напрямую и как и картинки получают айдишник. По-моему, мы еще можем сделать следующий метод аксессор. Да? Да. Естественно, его получат все наши методы. Тридикат. Сейчас сделаем. Например... Например... Кроме того, сделаем забавную фишку, что если у нас есть такое объект... Продолжение следует... 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 оно будет более эффективно работать вот ну то есть иными словами подведем итог у нас наследование в схеме и наследование в NSObject это не одно и то же наследование взаимодействуют и схемы с объектами на уровне уже конечных взаимодействий, конечных точек то есть иными словами уже полностью какая-то собранная сущность ей в схеме определяется какая-то связь с конечным объектом конечный объект у него есть все поля родителей точно так же и у схемы у наследника есть все поля родителей но можно избегать как я говорил, то есть сюда подобавляли ID, да? ADB Object убили ага значит это первое что я хотел рассказать теперь второе есть такая штука называется композиция я сейчас быстро покажу для примера IDP помните мы с вами размышляли о ролях о том что роль может быть отдельным объектом мы с помощью какого-то метода нашего объекта можем расширить свое поведение другим объектом да? вот соответственно на данный момент ну у нас либо небольшая была с вами написана которая примерно это и позволяет есть вот расширить объектом да? перестать расширяться объектом и является расширением объекта как эта фигня работает если захотите потом конечно в ходе глянете но общий смысл такой предположим у нас есть объект типа ну да вот давай до встречи есть у нас объект типа NSObject target да? я не даром привожу типы здесь после этого предположим я расширяю таргет поведением от NSArray и NSMutableArray да? значит что для нас это значит это значит что отныне наш объект умеет реагировать на все селекторы это объединение объединение таргет для мьюта баларей да он не мьюта баларей таргет Юра он NSObject объявил как мьюта баларей чтобы оно на типы не ругалось расширение объекта поведением другого объекта то о чем я говорил только что минуты исследования это то что ты написал правильно? да оно есть много разных имплементаций но смысл всегда остается один и тот же значит ну в общем в чем смысл этой фигни на самом деле под капотом обычно мьютабл аррей да вот этот он остается существовать он просто привязан как-то к таргету и таргет часть селекторов которые не может определить сам не умеет с ними работать передает своему мьютабл аре да нафига надо предположим у нас есть NSManagedObject да наследник но мы хотим чтобы он был наблюдаемый какой у нас есть вариант полностью заново с нуля писать например да наследника МНО у которого реализовывать поведение наблюдения ну если вы не хотите что-то кого если мы хотим пользоваться нашей схемой вот первая ситуация вторая ситуация да можно воспользоваться вот как раз расширением они есть разных видов их люди по-разному реализуют но смысл остается примерно одним и тем же значит что хочу обратить внимание есть один тип расширения когда у вас тупо на самом деле при расширении создается третий класс да который имеет все свойства и первого и второго класса программа я таким путем не шел скажем но есть люди которые идут есть второй путь расширения когда вы передаете просто сообщение которое не можете распознать своему объекту значит здесь просто хочу обратить внимание на одну небольшую проблему чтобы вы о ней помнили в случае такого рода композиции вы видео и сами ручками можете написать если что через forward вам нельзя забывать о следующем у вас расширение думает что оно является полноценным объектом объект расширения то есть например если вы смержите вместе наблюдаемый объект или модель и менеджедобжект то наблюдаемая модель будет отправлять сообщение о том что она изменилась от себя не от менеджедобжекта вот соответственно для этого очень часто используют вот такую штуку то есть обертку нет это наследник просто у меня в IDP модуле у меня нотифицируется не self не о том что self изменился а о том что изменился self target просто там self target равен self а здесь self target равен объекту с которым мы смешались это не обертка это наследование она отсылает от себя она отсылает от себя но она отсылает не на себя но не типа что это она отослала а что отослал ее таргет в этом способ ну тогда на сегодня все вопрос на хитхабе едапа для того чтобы все это работало нужно вот этот класс который здесь показан нет можно самим написать вам главное подходы знать вы банально можете создать у своего менедждобджекта тупо перевозить метод форварден таргет фоселектор и в нем пересылать на какой-то объект без вот этой вот штуки сложный с тем же успехом возвращает кому нужно пересы объект которому нужно пересылать сообщение случае если ты это сообщение от хендлить не умеешь которые ты не умеешь от хендлить то есть те которые даст на торгах приказа да 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 но есть реально вот с нашим с нашим с нашим сейчас наше менедждобджекти дебеобджекти да можно было бы сделать вот так сейчас что у нас там например одипе обзиры было естественно в нем нужно для хамуха естественно в нем тоже нужно сделать ну вот этот таргет метод да он же сейчас от себя от себя отсылает вот после этого скажем здесь делаем и вот 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 в этом случае у нас мы обеспечим точно так же что у нас научиться дебеобджект нотифицировать да единственное у нас этого нету в публичном интерфейсе нету нам то есть поэтому зачастую мы выносим То, что собираемся миксенить, мы выносим как протокол. И вы указываем еще такое счастье. То есть я его сделал общенно, чтобы оно мне не ругалось, что его нужно реализовывать. А так мы знаем, что у нас внутри идет расширение в любом случае. Ну и соответственно здесь еще делаем тогда следующую вещь. Ах, здесь it goes. Ах, здесь it goes. Хоп. А зачем мы это делаем? А зачем мы это делаем? Что? Зачем мы делаем? Потому что иначе Observerable Object будет нотифицировать от себя. Мы же это обсудили уже. У тебя там что в нотификации? Performance Selector, первый параметр Self? Да, сфера. То есть от какого-то левого, никому неизвестного, невидимого объекта. Ну так, неизвестного. Так, неизвестного. Если у тебя человека нет прямого доступа к исходникам, он никогда не узнает об этом. И очень часто берется следующее. Проверяется, кто именно нотифицирует на соответствие property. Ну, в зависимости от того, в какой из property лежит, да, объект, который нотифицировал. Делаем разное. Все, ты это сделать не можешь. Ну, то есть, как бы, это тоже считается миксином, да? Ну, теперь уже точно все. Спасибо за внимание. С ошибкой до этого момента. А ну, что его нет. Миксин это библиотечный класс. Миксин это подход просто в реализации? Это подход в реализации. Я показал его только что. Причем его перечитать.